всем большой привет сегодня речь снова пойдет о линзах и я буду вам сегодня показывать линзы калейдоскоп и их особенность но пока я откручивала линзу fish eye чтобы накрутить калейдоскоп у меня случилась вот такая неприятность вот эта линза и вот так процессе откручивания она разобралась на составляющие там много-много разных линз между сам в определенном порядке установлены почему так получилось а видите вот здесь вот резьба сюда вкладываются все линзы сейчас дырочка сквозная и сверху на резьбу такая вот толстенькая шайбочка накручивается и когда вы откручиваете у меня опять-таки пальчики не сильно большие но мне надо держаться видите вот маленькая выступающая именно за нее и откручивать я как ни старалась как не прижимала все равно у меня не сильно получилось это сделать как видите потому что у меня в итоге открутилась я попробовала закрутить на вот так вот все сложить как оно должно быть назад и пока открутить повторно но повторно у меня это к сожалению сделать не вышло поэтому я решила что я разберу линзу сниму низ и соберу ее снова ну что ж надеюсь там ничего не сбилось потом проверю как она будет снимать будет ли она делать fish eye ничего ли я там не нарушила но это минус вот этих вот к сожалению оба не мне очень понравились вот такая коробочка удобная вот этих вот линз от а пиксель неудачный у них не знаю то ли дизайн то ли что и не очень удобно когда я пытаюсь откручивать если приходится как у меня проворачивать вот такая выгнутая прищепка да с особым дизайном мешает это делать упирается в руку но защиту тех же а пиксель скажу чтобы мне там потом не сказали что я хочу или еще что-нибудь в этом роде вот эти вот их линзы просто бомбезные это мои любимые теперь линзы эти бобины это вот очень 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 крупная линза которую удобно брать в руки но поехали тестить калейдоскоп калейдоскоп линза ведь она разбита на три части и рисунок будет действительно фотографии как в калейдоскопе тоже сразу скажу их неудобства вот это вот тонкая полосочка это то за что надо держаться чтобы линзу вкрутить а вот это вот часть крутится точно так же как в калейдоскопе меняя то что вы видите на фотографии поэтому чтобы вкрутить вам потребуется определенная сноровка нужно вот как и я сейчас мучаюсь я еще не в неудобной позе это делаю так вы наверное в этой неудобной позе у меня не получится нажмем на паузу накручу я снова с вами я вернулась и так в удобной позе все получилось гораздо быстрее конечно же но когда вы накручиваете вам надо быть осторожным помнить что вот эта штучка прокручивается и вам надо крепко держаться за низ и прикручивать именно этот самый низ чтобы у вас не было знаете вы покрутили ага ну что-то вроде что жена не закручивается она не закручивается потому что это вот эта вот штучка прокручивается кручевается прокручивается рассказано много раз и так давайте теперь попробуем надеть так немножко криво надела секунду это я тренируюсь теперь надевать вот так когда ты не смотришь на саму камеру а вот в процессе съемки и так вот он калейдоскоп его смотрите видите вы прокручиваете и вас получается вот такой интересный эффект да и вы можете найти именно тот момент который вам нужен для вашей фотографии немножко поменяем угол камеры чтобы было четче ну что штучка прикольная теперь давайте чтобы я не отнимала лишний раз время я опять нажму на паузу и накручу еще один свой калейдоскоп и что ж я снова с вами и вот еще один мой калейдоскоп да я увеличиваю скорость накручивания но все равно это требует определенной сноровки но опять-таки это специфика данной линзы потому что она должна вот так вот крутится штучка веселая прикольная но я бы не сказала что это конечно же прям must have но она шла в наборе и да и не очень интересно с таким проект поиграться и не париться потом с графическими редакторами а сразу делать вот такие вот интересные фото или видео что кстати тоже весьма забавненько защиту линза опять-таки скажу что ее специфика такая что она прокручивается ее не очень удобно но я бы на месте производителя все-таки место за которое увеличила бы размер линз скажем так место за которое ты держишься пальчиками чтобы прикрутить сделала бы побольше и возможно бы побольше сделала самуризму потому что тоже очень мало поверхности и сцеплять тоже не очень удобно вот и чтобы не получалось как у меня получилось с моей fish eye линзой которая в итоге разобралась но зато я увидела как она устроена внутри слушайте такой эффект прикольными так нравится так вот такой получился интересный обзорчик и опять-таки напомню что вот те линзы которые очень крупные они гораздо оказались поудобнее вот этой вот мелочи но набить руку можно пользоваться можно да это не для съемки на каждый день и опять-таки кто смотрел мои предыдущие видео я там говорила о том что я хочу купить еще несколько прищепок и просто накручу туда сразу эти линзы и не буду и больше никогда снимать буду просто менять прищепку и вот так вот пользоваться сразу до их тогда не будет так удобно хранить в кейсе в котором они идут но зато я не буду мучиться и париться с накруткой но опять таки я думаю что я смогу приспособить этот кейс к хранению и перевозке потому что вот эта штучка вот эта штучка я показываю мне продолжает работать калейдоскоп а вот эта штучка с линзами она вынимается и в принципе можно будет до сложить просто вот эти прищепочки с закрытыми линзами да у них у всех есть вот такая вот специально закрывашечка и спокойно их так хоронить вот такой выход в общем то всего из свои плюсы и минусы честно вам говорю свои ощущения но и на этом все ставьте лайки пишите комментарии пишите если у вас такое если у вас подобное может вы мне можете присоветовать какую-то классную фирму дать ссылочку вот на что-то такое интересное люблю я такие вещи мне будет действительно это все очень-очень полезно и заглядывайте обязательно в описании к видео там много интересных ссылочек и также ссылочки на мои соцсети где вы сможете посмотреть много фотографий сделанных на эти линзы и там я напишу некоторые возможно характеристики комментарии фокусное расстояние что-то в этом роде и так же там будут еще про линзы которые есть в этих наборах но которые не попадут видео потому что они по сути не интересны для фотографирования именно цветов и на этом уже все всем солнечных дней пышных цветений пока 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 пока